Доброе утро! Меня зовут Маргарита Большакова. Я давно занимаюсь петчворком, увлекаюсь этим делом. И также хочу, чтобы вы научились этому мастерству. Если у вас дома остались какие-то кусочки, лоскутики от чего-то или просто от тканей, я хочу вас сегодня научить сделать вот приблизительно вот такой блок. Для того, чтобы сшить вот эти блоки, мы с вами нарезаем вот такие полосочки, сшиваем их между собой и потом укладываем вот таким образом. Видите? Вот так вот укладываем их и нарезаем на ширину одной полосочки. Вот таким образом мы нарезаем и у нас получаются в результате вот такие детали. Из этих нарезанных полосочек мы собираем маленькие вот такие блоки и сшиваем их, вы видите, в шахматном порядке. Мы берем их, сшиваем. Мы сшили наши с вами маленькие блоки, так сказать, наши запчасти к нашему блоку. Вот что у нас получилось. Это у нас первая деталь. Теперь нам надо с вами сшить вот эти квадраты из состоящих из двух треугольников. Салатовый и зеленый. Для этого мы берем ткань. Мы соединили две ткани лицом к лицу. Начертили вот такую сеточку, такие квадратики. Провели вот такую диагональ, по которой мы будем прошивать с двух сторон, а вот диагонали. Вот таким образом. Сейчас я вас этому научу. Видите, я на ширину лапки прошиваю. Это делается намного быстрее, так удобнее. И теперь в другую сторону мы прошиваем, с другой стороны, также на ширину лапки. И так мы дошиваем с вами с обеих сторон от диагонали. Вот что у нас получилось с вами. Теперь мы берем, вырезаем наши с вами квадраты. Теперь смотрите, мы разрезаем по нашей диагонали. Вот таким образом. У нас соединены две ткани. И вот в результате у нас получаются вот наши с вами квадратики. Вот видите? И таким образом мы теперь собираем в определенный какой-то орнамент. Мы можем собрать вот таким образом этот орнамент. Или, допустим, вот таким образом. И таким образом мы с вами начинаем сшивать. Сшивается всегда или по горизонтали, или по вертикали. Я беру и вот так сшиваю наши с вами уже готовые детальки. И так у нас получился вот такой маленький блок. Из которых, сшив их много, вы сможете большое полотно сделать. Вы можете сделать красивые наволочки для своего дома. Вы можете шить покрывало в такой технике. Занимайтесь своим любимым делом. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова